Электрика Анатолий Нечапорук начал писать картины несколько лет назад. Ему надоела серость и грязь в своем подъезде. Он вымыл стену на этаже, где живет, и нарисовал сказочных героев. Идея понравилась соседям. Теперь подъезд с первого до последнего этажа – картинная галерея. Захотелось немножко взорвать обстановку, так сказать, просто потому что настолько все надоело. Облезла и стена, все это кругом, знаете, она как бы за душу тянет. Я хочу, чтобы в этой картине я мог жить. То есть вот моя душа должна быть там. И чтобы вот этих людей, которые я нарисую, я их любил, чтобы они были все такие вот. Ну, самые такие хорошие, как если бы я хотел, чтобы они были на самом деле. Герои картины Анатолия – соседи, которые поддерживают его начинание не только в качестве моделей. Вместе с Анатолием они начали преображать 167-й дом по московскому шоссе три года назад. Говорят, работы еще много. Не красоту единые. Теперь на стене подъезда Анатолия появилась информационная доска. Во-первых, власть должна слушать, что хотят люди, которые живут здесь. А во-вторых, помогать. Поэтому мы хотели бы работать вместе. Мы просим, нам помогают, а мы будем, что от нас зависит, делать. Посадят нам, мы будем поливать. Вот. И будем приводить в порядок с удовольствием. Хочется, хочется зайти в красивый двор, зайти в чистый подъезд. Надо, наверное, все-таки идти вот к этой чистой, комфортной, красивой жизни и жить с удовольствием. По инициативе областных и городских властей такие доски появляются во всех домах города. На них размещается полезная информация, где проходят районные мероприятия, как распределяется квартплата и средства из фонда капремонта. Ну, конечно, я же не могу каждый день всех обзанить по телефону или каждый день общаться с жителями, вот, с каждым жителем. Поэтому очень удобно прикрепить туда объявления, житель проходит, читает бланки для РЭО, чтобы можно было беспрепятственно, любой человек с дома мог вызвать себе электрик или сантехника, заполнить этот бланк и кинуть его в почтовый ящик. Старшему по дому, чтобы он потом, когда оплачивал, видел, что это действительно работа прошла. В соседнем доме в этом году пройдет текущий ремонт подъезда. Об этом жители узнали заранее на информационном стенде. Очень полезная информация. Этот стенд, конечно, нужен для всех жителей нашего дома. Здесь график уборки указан и отчеты о денежных средствах, которые сдаются на содержание и ремонт жилого дома. В планах управляющего микрорайоном Воронежские озера-3 во дворе посадить ель, чтобы в новогодние каникулы устраивать праздник прямо на улице. А рядом с фонтаном разбить аллею и посадить английский газон. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.